А между тем, декада молодежи подошла к финалу. Ее закрытие состоялось в актовом зале музыкальной школы. Там чествовали активных участников мероприятий, наградили победителей городского конкурса видеороликов на экологическую тему. Торжественная церемония сопровождалась концертными номерами, которые подготовили детские творческие коллективы. 2018 год экологии. Как подведение итогов вручают грамоты за лучший видеоролик среди молодежи, посвященный этой тематике. В зале собрались самые инициативные и талантливые из участников. Катя Руснак – одна из победительниц в конкурсе. Мне понравилось, что молодежи предоставили такую возможность снимать интересное видео. Было три темы. То есть огромная вариация того, что можно было сделать. Идея была в том, чтобы показать, что у природы есть свой голос. И в видео девушка кинула бумажку на пол, и ей как бы голос такой говорит – подними. На сцене школьники, студенты, педагоги. Для заключительного концерта выбрали лучшие номера. Александр – яркий представитель творческой молодежи. Недавно его посвятили в студенты медколледжа. Его выступление закрывает декаду. Стильный, оранжевый галстук, вместе со мною всегда. Я занимаюсь вокалом уже 11 год, и это уже как бы моя вторая будущая профессия. Самое интересное – разные виды выступлений. У каждого разный номер, не похож на другой. Поздравляли ребята первые лица города. Как отметила Светлана Познанская, на сегодняшний день стратегия развития нашего государства направлена на то, чтобы юноши и девушки обучались и оставались в Приднестровье. Хочу сказать, что молодежь является очень важной составляющей Приднестровского общества. И успешное развитие Приднестровской Молдавской Республики невозможно без нашего молодого поколения. Вы сегодня заняли очень активную гражданскую позицию, и это очень здорово и приветствуется. Надеюсь, что все мероприятия, которые в нашем городе делаются, они делаются в первую очередь для вас, для будущего поколения. Вы должны это все подхватить и продолжать в таком же духе – строить, развивать и делать наш город краше, богаче и гостеприименнее для всех. Интеллектуальный марафон «Мир вокруг нас», «День дублера», конкурс видеороликов и многое другое. Декада молодежи была насыщенной. В каждой номинации определили лучших. Победителям конкурса были вручены грамоты главы госадминистрации и сертификаты участников. В лидеры вышли Бендерский теоретический лицей, школы номер 4, 16, 13, гимназии номер 1 и 2. Елена Расланова, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.